Добрый день! Сегодня мы рассмотрим несложный уголовок от компании ЧИИ, называется ИВИ Мастерморфикс. Ко мне приехало много уголовок от Сэнксо, и я решил немножко разбавить монополию этого производителя. Поэтому вот код товара MFG2060, много китайских символов, что-то написано. Этот герой комиксов G.G., кажется. Ну, как обычно. Коробочка стандартная. Это первая головоломка, которую я за долгое время заказал на Алиэкспресс. Времена тяжелые, поэтому напрямую с китайских сайтов уже заказывать, в крайней мере, у меня не получается. Пластиковая деталь для фиксации головоломки, инструкции, ну и сам ИВИ Мастерморфикс. Выглядит красиво. Кстати, на коробке, видимо, написан дизайнер Алан Рамирес. Фотографии его не вижу, но, скорее всего, это он. ИВИ Мастерморфикс. Принцип вращения как у ИВИ, форма как у Мастерморфикс. Чёрный пластик с цветными пластинками. Удачное решение от компании ЧАИ. Было такое уже на их других головоломках. Это Корнер Мастерморфикс. По сути, Дуому Куб или Джинкс Пираминкс, но в форме Мастерморфикса. И Супер ИВИ, он нам сегодня поможет. Оригинальный Мастерморфикс выглядит вот так. Компания ЧАИ не самый лучший представитель. Есть от АВИ Джей получше. И вот ИВИ Куб. И если их скрестить, получается ИВИ Мастерморфикс. Напомню, что ИВИ у нас есть в форме кубика, в форме шарика. И вот теперь в форме Мастерморфикса выпуклый тетраэдр. Давайте вращать. Я вначале подумал, ну что здесь сложного, будет обычный ИВИ Куб, как и было с Шариком, ничего интересного. И на первых сборках это действительно было так. Он собирается фактически головоломка самостоятельно. Ничего сложного. Но потом мне попалась интересная ситуация, которая на стандартном ИВИ невозможна. Главное здесь разобраться. Здесь всего два типа элементов. Вот такие вот одноцветные, треугольные, их четыре. И такие вот двухцветные лепестки, их шесть. Напомню, что ИВИ Куб это упрощенная версия скьюба, у которого те же шесть центров, но углов в два раза меньше. И сборка шипмодов скьюба начиналась с того, что нужно было понять, где углы, а где центры. Если элементов одинаковых восемь, то это углы, если шесть, то это центры. На ИВИ углов четыре, центров шесть. Ну и, недолго думая, можно понять, что вот эти треугольные элементы это углы, они одноцветные. И оставшиеся двухцветные шесть элементов это центры. Как собирался обычный ИВИ Куб. Собираем одну сторону, собираем вторую сторону. Дальше просто переставляем оставшиеся центры по местам. Все. И ВИ Куб собран. То есть начинаем сторона, другая сторона и потом центры. При этом ориентируем правильно углы. Здесь же ориентация углов не важна. Они симметричные. Как их ни поверни, разницы нет. Соберем одну сторону. Начнем желтый. Здесь такой вот логотипчик есть. MDPX. Не знаю, что он значит. Кому что-то по этому поводу известно, в комментариях, пожалуйста, напишите. Ну и простыми, нехитрыми движениями расставляем по местам. Если здесь желто-красный реброк с центром совпадает, то здесь желто-синий с зеленым не совпадает. Так, в трешке собираем крест. Красный, синий, зеленый. Три цвета совпали. Первый слой собран. Ну а дальше нужно расставить элементы по своим местам. Синий, красный. Стоит не там, где надо. Красный, зеленый. Тоже не там. Больше в синий на своих местах. Сделаем что-то вроде пиф-пафа. Так. Так. Ну как на пирамидке. Что получилось, лучше не стало. Делаем еще. Пока произвольные. Вот у нас стал один элемент на место. И два тоже на своих местах. Но развернуты неправильно. Здесь ориентация центров важна. И в первой сборке у меня получилось так, что все собралось. Я думаю, ну слишком простая головоломка. Где же чуть больше нужно быть внимательным. Немного подумав, я вспомнил о существовании кубика под названием REX. Или вот Супер Ифи Куб от компании ЧАИ. И там для перемещения лепестков используется такой алгоритм. Вот такой вот пиф-паф. Перехват. И вот такой пиф-паф. Который на собранной головоломке ничего не меняет. Но зато разворачивает центры. Ну или пески соответственно. Ну и я решил этим делом воспользоваться. То есть сделал такой же пиф-паф. Перехват здесь попроще. Вот такой. И пиф-паф в обратную сторону. И вот в данном случае ничего не получилось. Потому что я держал головоломку неправильно. Надо держать. Ну чтобы они не два перед нами были. А где-нибудь. Один сзади хотя бы. Попробуем из этого положения. Такой пиф-паф. Перехват. И вот такой пиф-паф. И снова нет. Опять держу не так. Поставим правильный элемент справа. Пиф-паф. И еще пиф-паф. Ну вот. Из положения когда правильный элемент справа. Комбинация из Rx кубика здесь работает. Ну я также адаптировал на обычный пиф-паф. Тоже самое алгоритм. То есть держим головоломку вот так вот. Собранным слоем вниз. Делаем пиф-паф обычный. Перехватываем. И делаем пиф-паф с левой стороны. Это разворачивает нам два вот этих элемента. Ну а чтобы решить эту ситуацию мы алгоритм просто повторяем. Я расположу оба сзади. Чтобы перед нами был правильный элемент. Центр. Делаем пиф-паф справа. Перехват. И пиф-паф слева. Ну и версия с обычным пиф-пафом мне понравилась больше. Из-за чего это происходит? Ну из-за того что у нас вот этот угол симметричен. Ну как и все остальные. И ориентация его сейчас неизвестна. Поэтому у нас может возникать ситуация когда два центра развернуты. Соберем Eevee Master Morphix. И еще раз. Потом посмотрим инструкцию. Можно просто в нужном порядке расставлять центры вокруг желтого угла. Ну или любого другого. Например вот стоит синее на месте. После синего идет красное. Ну красное ищем. Подворачиваем вот так вот. Ставим сюда. Ну и на свободное место зеленое. К сожалению все собралось само. Перемешиваем еще раз. Деталей мало. Поэтому такое возможно. Допустим вот так. Зеленый стоит. После зеленого идет синий. После синего красный. Вот у нас какая-то ситуация. Здесь нужно центры переставить. Первым делом ставим на свое место какой-нибудь центр. То есть вот этот нужно поставить вот сюда. Начинаем пиф-паф справа. И вот у нас получилось два неправильно повернутых центра. Далее остается центры развернуть. Располагаем их оба сзади. Делаем пиф-паф справа. Перехват против часовой. И пиф-паф слева. Ну просто если знать технологию сразу, то уже сложность уголомки пропадает. Но сначала я минуты две подумал. Причем догадался до этого решения. Ну и посмотрим инструкцию. Здесь должно быть обучение. Я бегло взглянул, но вникать не стал. По-английски. И тут должно быть по-китайски. Да, действительно. Здесь написано звание головоломки. Что важно. Не понимаю, почему на коробках так трудно производителям написать по-английски. Вот Сенксо уже давно пишет. Молодцы. Иви Мастерморфикс Куб Туториал. Ну тут предлагает нам три шага для решения. Первый шаг сборка одного слоя. И далее несколько ситуаций, которые могут возникнуть в конце. Ну, не знаю, есть ли в них смысл. Поэкспериментирую еще. Возможно что-то будет полезное. А так головоломка собирается интуитивно. Но опять. Чем больше вы умеете собирать головоломок, тем проще вам будут даваться новые модели. Здесь мне пригодились знания из головоломки Рекс Куб. Ну или Супер Иви Куб. Да, я их адаптировал немного по-другому. Но принцип взят именно оттуда. Нехитрая головоломка. Больше коллекционная. Либо для тех, кто только начинает свое знакомство с кубиками, пирамидками, с кьюбами и прочими головоломками. Вращается хорошо. А фиксаторов никаких нет. Ну и как бы не потребовались. Иногда кажется, что что-то вот так вот вылезло. Но на деле просто не до ворот. А так вполне качественная, красивая головоломка. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.